Улица Надгробий. В одном из городов Волынской области местные жители раскрыли тайну городских бордюров. Они оказались еврейскими надгробиями, которым почти 100 лет. Кто использовал могильные плиты как струйматериал, расскажут наши корреспонденты. Это улица Лысенко в Горохове, небольшом городке Волынской области. В этом месте землю размылой, на поверхности оказались каменные плиты. Местные жители заметили на них странные надписи, которые никто не мог прочесть. Бетонная конструкция оказалась надгробием. Это мацева, памятник, который устанавливали на могилах евреев. На ней на еврите сохранились все данные об усопших. Я не вижу все губы, поэтому прочитать так не смогу. Но вот здесь я вижу Аврахам, умер, вот стоит дата и месяц Адар первый. Горожане не могут объяснить, когда и каким образом мацевы стали частью тротуара. Вероятнее всего это произошло во время оккупации Волыни немцами приблизительно в 1943 году. Свидетелей тех событий в городе не осталось. Только немногие помнят истории, которые рассказывали родители. В Горохею была бригада поляков, которые занимались укладкой тротуарей, брукевку рубили и все. И немцы их заставили разобрать цвентарь, вот там что есть, где в районе базара, где зараз базар. И вот эти надгробки, сюда, а было кругом школы, ну, было-то так, не было хорошей дороги. Там мустите, вот и все. В Горохове обнаружили уже около 40 мацев. Но местные жители не исключают, что таких вмонтированных в дорогу надгроби в городе и близлежащих селах еще много. Когда пришли немцы, я знаю там одну такую историю, что в Горохове было так, что когда немцы евреи вели расстреливаться... Еврейская община Луцкая обратилась к местным властям с просьбой переместить мацевы на место, где когда-то находилось еврейское кладбище. Мы находим мацевы под асфальтом и в коллекторах. Мы их собираем завозами. Правда, сейчас там место массового расстрела евреев в Луцкая. В Володимире Волинском очень много находим. Мы сделаем проект этого мемориала, мини-проекта. Мы его поводим. И они уже за свои деньги будут это упорядковывать. Перевезти гороховские мацевы хотят вот сюда, к памятному знаку расстрелянных евреев. На этом месте и планируют обустроить мини-мемориал. Леонид Аборин, Снежана Сидорук, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Волынская область.